Парк Универсиады снова удивляет своих гостей. На этот раз национальной концертной программы Welcome to Russia, Welcome to Kazan. С каждым днем количество зрителей становится все больше. Красочные танцы, выступления цирка Дю Салей, а также песни от оперной певицы и посла Универсиады Аиды Гарифулиной. Сердце культурной программы Игорь посетил министр спорта России Виталий Мутко. Мы очень сильны. Это самое главное. Весь мир это признает. И я думаю, что еще и успехи будут, и медали будут. Но впереди много событий. Я не вижу никаких трагедий или неудач. Универсиада идет на хорошем уровне, набирает темп. Казань блестяще подготовилась. Очень доброжелательная публика, очень профессиональная. Поэтому я рад, что такая обстановка, очень много таких культурных, помимо спорта, площадок. Около площадки FIFA 2018 Мутко встретился с футбольной сборной России Универсиады. Без своего внимания парк не оставили и послы Универсиады 2013. Российская телеведущая, журналист Яна Чурикова и двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Замолочикова. Портал «Казан-2013» решил узнать их впечатление. Спасибо Казани за то, что город так красив, за то, что вы так приветливы, за то, что открытие вчера было какое чумовое. Спасибо всем зрителям, что так здорово поддерживали всю команду, которая это открытие делала. Так что Казань в очередной раз должна вам сказать – вы лучшие! Есть легкое ощущение смещения акцентов, интереса, предположим, иногда. Спорт менее интересен, чем какие-то события из мира шоу-бизнеса или там наши замечательные селебрицы из первого эшелона. Это неправильно. Они не должны. Во-первых, есть спортсмены, из которых непременно надо делать звезд уровня Дэвида Беккома, а это делается причем с помощью СМИ. Поэтому универсиада – это такая огромная точка, где бьется пульс жизни не только спортивной, но и околоспортивной в том числе. И мы должны этим гордиться и все смотреть трансляции, все это обсуждать. Это все должно… информационное поле должно бурлить даже для тех, кто сюда не доехал по каким-то причинам. И маленькие дети должны захотеть в своей жизни когда-нибудь поучаствовать в универсиаде. Вы знаете, была сейчас в центре гимнастики, провели мне такую мини-экскурсию по тренировочным залам, вообще по базалу. И приятно удивлена. И, конечно, останется, если все это оставят детям, это вообще замечательно, потому что условия такие, мало кто может похвастаться и в Москве, и вообще в Европе даже. Все только начинается. Самое интересное впереди. Парк универсиады готов принять каждого. Жители и гости столицы могут интересно и с пользой провести свободное время.